Беседа 86.584 Итак, ученики опять возвратились к себе, а Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб. Иоанна 20.10.11 Женский пол как-то особенно чувствителен и весьма склонен к состраданию. Говорю это для того, чтобы для тебя не было удивительным, отчего Мария горько плакала при гробе, а Петр не обнаружил ничего подобного. Ученики, говорит евангелист, ушли обратно, а Мария стояла и плакала. Она по самой своей природе легко трогалась, а при том она еще не знала ясно учения о воскресении. Напротив, ученики увидев пелены, уверовали и отправились домой в изумление. Почему же они не пошли прямо в Галилею, как было им заповедано перед страданием? Может быть они ожидали прочих учеников? А с другой стороны они еще находились в крайнем изумлении. Итак, они пошли домой, а Мария стояла у гроба. Великое поистине утешение, как я уже сказал, доставляет нам самый вид гроба. Видишь ли поэтому, как она для большего утешения приникает взором во гроб и хочет видеть место, где лежало тело его? От того немалую получила она и награду за столь великое усердие. Чего не видели ученики, то первая увидела жена именно ангелов в белых ризах, сидящих одного у ног, а другого у главы. Самая одежда их показывала уже великую радость и веселье. Так как ум жены не был столь возвышен, чтобы от гробных телен прийти к вере в воскресенье, то вот совершается нечто большее. Она видит ангелов, сидящих в светлых одеждах, чтобы через это могла уже воспрянуть от скорби и утешиться. Впрочем, ангелы ничего не говорят ей о воскресенье. Она возводится к этому догмату мало-помалу. Она видит лица более обыкновенного светлые, видит одежды блестящие, слышит голос, участие, так как ангелы говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит, им унесли Господа моего и не знаю, где положили его. Через все это, как через отверстие дверь, она мало-помалу приводима была к слову о воскресенье. Да и самый образ сидения ангелов располагал ее к вопросу. Из него видно было, что они знают о случившемся. И потому-то сидят не вместе, а отдельно друг от друга. Но так как невероятно было, чтобы она сама прямо осмелилась спросить, то они и вопросом, и образом сидения располагают ее к разговору. Что же она? Она с жаром вместе с любовью говорит, «Взяли Господа моего, и не знаю, где положили его». Что ты говоришь? Так ты еще ничего не знаешь о воскресении, и все еще воображаешь, что тело Христова переложено. Видишь ли, как она еще не разумела этого высокого догмата. Сказав себе, обратилась назад, увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Что здесь за последовательность? Мария вступает в разговор с ангелами, и еще ничего не услышав от них, обращается назад. Мне кажется, что в то время, как она говорила, Христос внезапным своим явлением позади ее привел в изумление ангелов, и они, узревши владыку, и видом, и взором, и движением тотчас обнаружили, что увидели Господа. А это и заставило жену оглянуться и обратиться назад. Так явился Христос ангелом. А Марии не так, чтобы не поразить ее изумлением с первого взгляда, но в виде более смиренном и обыкновенном. Это видно уже из того, что она приняла его за садовника. Женщину с такими уничиженными понятиями, очевидно, надо было возводить к высшим понятиям. Не вдруг, но постепенно. Поэтому и Христос спрашивает ее, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Этим он показывает, что ему известно, о чем она хочет спросить, и расположил ее к ответу. Так поняла это и Мария, и потому не произносит имени Иисуса, но полагая, что вопрощающий уже знает, о ком она осведомляется, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его? И я возьму его». Стих 16. Опять говорит о положении, взятии и переложении, беседуя о нем, как о мертвом. Смысл слов ее такой. «Если вы, боясь иудеев, взяли его отсюда, то скажите мне, и я возьму его». Великое усердие, велика любовь жены, но высокого в ней еще нет ничего, потому-то, наконец, Христос открывает ей высокую тайну, не видом своим, а голосом. Как в тех случаях, когда он находился среди иудеев, иногда они узнавали его, а иногда не узнавали. Так и в то время, как он говорил, его узнавали лишь тогда, когда он хотел. Так, когда он говорил иудеям, «Кого ищете?», они не узнавали его, ни по виду, ни по голосу, до тех пор, пока он хотел. То же самое случилось и здесь. Христос произнес теперь только имя Марии, укоряя ее и упрекая за то, что она так думает о нем, тогда как он жив. Но как же она отвечает, оборотившись между тем, как Христос с ней беседовал? Мне кажется, что она сказала, где положил его, а обратилась к ангелам с намерением спросить их, чему они изумились, и что Христос, назвав ее по имени, снова заставил ее обернуть от ангелов в его сторону и по голосу дал узнать себя. Действительно, она узнала его тогда, когда он назвал ее, сказав, «Мария!» И, значит, узнала не по виду, но по голосу. Может быть, кто-нибудь спросит, а откуда известно, что ангелы пришли в изумление и что поэтому Мария обратилась назад? Но в таком случае нужно будет даже спросить также, откуда известно, что Мария прикоснулась ко Христу и пала к ногам его? И как это последнее открывается из слов «не прикасайся ко мне», так и первое видно из того, что сказано «обратилась». Но почему Христос сказал «не прикасайся ко мне»? Некоторые говорят, что Мария просила у него духовной благодати, так как слышала, что он говорил ученикам, «Если пойду к Отцу, умолю его, и иного утешителя даст вам» Иоанн 14, 3, 16, 586. Но как она, не бывшая тогда с учениками, могла слышать эти слова? С другой стороны, и по своим понятиям она далека была от подобного желания. Да и как она могла спросить об этом, когда он еще не отошел к Отцу? Что же это значит? Мне кажется, что она и теперь желала обращаться с Ним, как прежде, и от радости не представляла себе ничего великого, хотя он и сделался по плоти гораздо совершеннейшим. Поэтому Христос, чтобы отклонить ее от такого мнения и внушить ей, не говорить с Ним без всякой осторожности, потому что и с учениками, как видно, он уже не обращался по-прежнему, возвышает ее помышление и через то научает ее более благоговейному с Ним обращению. Если бы он сказал, «Не подходи ко мне», как прежде, теперь обстоятельство изменилось, и я уже не буду обращаться с вами по-прежнему, то это было бы неприятно и отзывалось бы похвальбою и тщеславием, но слова, что я не взошел еще к Отцу моему и Отцу вашему, были не тягостны и между тем выражали то же самое, сказав, что я не восходил еще к Отцу. Христос дает разуметь, что Он спешит туда и стремится. А кто готов уже отойти на небо и не будет более обращаться с людьми, на кого уже не следовало смотреть с такими же мыслями, с какими смотрели прежде. Что такое объяснение справедливо, видно из следующих слов. Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Стих 17. «Но ведь Он намерен был сделать это не тотчас, но спустя сорок дней. Для чего же говорить так? Для того, чтобы возвысить помыслы Марии и уверить ее, что Он восходит на небо. А слова «к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему» относятся к воплощению, так как и вошедствие свойственно только плоти». Христос выражается так потому, что говорит с женою, которая не представляла себе ничего великого. Значит, Бог в ином смысле Отец Его и в ином Наш. Именно так. Если Бог не в одинаковом смысле, Бог праведных и Бог прочих людей, то тем более Сына и Наш. А так как Христос сказал «скажи братьям», то чтобы на основании этих слов не стали предполагать какого-либо равенства между Ним и учениками, Он показывает и различия. Сам Он будет восседать на престоле Отчим, а они будут предстоять этому престолу. Следовательно, хотя Христос по человеческому естеству Своему и соделался братом нашим, однако ж по славе весьма отличен от нас, отличен настолько, что и выразить нельзя. Между тем, Мария уходит, чтобы возвестить об этом ученикам. Вот как хорошо усердие и постоянство, но отчего ученики теперь не скорбят о том, что Христос намерен отойти от них и не говорят того, что говорили прежде. Тогда они скорбели потому, что Он шел на смерть, а теперь, когда Он воскрес, из-за чего им было печалиться? Мария возвестила им и о своем видении, и о словах, которые могли утешить их. Но легко могло случиться, что ученики, слушая это, или не поверят жене, или поверив, будут скорбеть о том, что Христос не удостоил их своего явления, хотя и обещал явиться им в Галилее. Поэтому, чтобы они не тревожились такими мыслями, Христос не дал миновать и одному дню, но возбудив в них желание видеть Его, как тем, что они уже знали о Его воскресении, так и рассказом жены, в тот же день по наступлении вечера, когда они горели желанием видеть Его и были одержимы страхом, отчего еще более усиливалось их желание, предстал пред ними и притом чудесным образом. Почему же он едился вечером? Потому что особенно в это время, по всей вероятности, они находились в наибольшем страхе. Но вот что удивительно, как они не сошли Его за призрак, когда Он вошел через затворенные двери и внезапно. Это без сомнения, потому что Мария успела уже произвести в них сильную веру, а при том Он и явился к ним в светлом и кротком виде. Днем же Он не явился для того, чтобы ученики собрались все вместе, так как они были в великом страхе. Поэтому Он даже не стучал в дверь, но внезапно встал посреди их, показал им ребра и руки, а вместе с тем и голосом успокоил волновавшиеся мысли и сказал, «Мир вам!» То есть не смущайтесь. Этим Он напомнил им слова, сказанные перед страданием. «Мир мой оставляю вам, мир мой даю вам!» 14.27. И еще «Во мне будете иметь мир, в мире скорбны будете!» Возрадовались ученики Его, увидев Господа». Видишь ли, как слова Его оправдались на деле. «Что сказать?» «Что сказал Он через страданиям?» «Снова увижу вас, и вы возрадуетесь сердце вашим, и радости вашей никто не отнимет от вас» Иоанна 16.22. То исполнил теперь самым делом. Все же это привело учеников к совершенной вере, а так как они имели непримиримую брань с иудеями, то Он часто повторяет «Мир вам!» Предлагая таким образом равносильное брани утешения. 588. Вот какое первое слово сказал Христос по воскресенье. «Потому то и Павел повсюду говорит «Благодать вам и мир!» Женам благовествует радость, так как женский пол был в печали и на печаль осужден был первым проклятием. Таким образом Он совершенно прилично мужам благовествует мир по причине брани, а женам радость по причине печали. Уничтожив все, что было поводом к скорби, Христос далее говорит о благотворных следствиях Креста. Таким следствием был мир. Значит все препятствия теперь отстранены. Христос содержал блестательную победу и все приведено к вожделенному концу. Поэтому Он наконец говорит стих 21 «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас! Для вас не будет никакой трудности, как по причине совершившихся уже событий, так и по достоинству Моего лица, так как Я посылаю вас!» Этим Он возвышает души учеников и показывает, что их слова будут вполне достоверны, так как они примут на себя его дело. И теперь Он уже не умоляет Отца, но собственной власти дарует ученикам силу. Сказав это Дуну, выговорит им «Примите Духа Святаго! Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся» стих 22-23 «Как царь, посылая правителей, дает им власть и защищает темницу и освобождать из темницы, так и Христос, посылая учеников, облекает их такой же властью». Как же Он прежде сказал «Если Я не уйду, то Утешитель не придет, а теперь дает Духа». Некоторые говорят, что Христос не сообщил ученикам Духа, а только посредством дуновения сделал их способными ведь если Даниил при виде ангела пришел в ужас Даниила 8-17 то чего не испытали бы и ученики, если бы приняли эту неизреченную благодать, не будучи наперед к тому приготовлены? Потому-то говорят, Христос не сказал «Вы приняли Духа Святого, но примите Духа Святого», но не погрешить тот, кто скажет, что и тогда ученики получили некоторую духовную власть и благодать, только не воскрешать мертвых и совершать чудеса, а отпускать грехи, так как различны дарования Духа. Потому-то Христос и присовокупил «Кому отпустите, отпустятся», показывая, какой род благодатной силы даруется им, а впоследствии, спустя 40 дней, они получили силы чудотворений, почему Христос и говорит «Примите силу нашедшему на вас Духу Святому и будете моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее». Деяние 1.8 А свидетелями они сделали с посредством чудес. Неизреченно поистине благодать Духа и много различной дары Его. Сообщай же Христос дары Духа, чтобы ты знал, что у Отца и Сына и Святого Духа один дар и одна власть. В самом деле что присвояется по-видимому Отцу то же самое оказывается принадлежащим и Сыну и Святому Духу. Как же сказано, что никто не приходит к Сыну, если не привлечет его Отец? 6.64 Но это же самое очевидно принадлежит и Сыну. Да я, говорит Отец, путь. И Сын говорит, я этим путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. 14.6 А вот смотри, это же приписывается и Духу. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам 12.3 Так точно и апостолы представляются дарованными церкви то от Отца, то от Сына, то от Духа Святого. И разделение дарования, как видим, усвояется и Отцу, и Сыну, и Святому Духу. 589 Употребим же все меры к тому, чтобы иметь в себе Духа, и будем со всей почтительностью обращаться с теми, кому верено власть действовать благодатными дарами. Подлинно велико достоинство священников, кому отпустите грехи, отпустятся, потому-то и Павел говорит, повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь, Евреям к ним любовь. 1 Фессон Иисам 5.13 В самом деле, ты заботишься только о своих делах, и если их устроишь хорошо, не будешь отвечать за других людей. А священник хотя бы и хорошо устроил свою собственную жизнь, но если не будет с должным усердием заботиться о жизни твоей и всех других, вверенных его попечению, то вместе с порочными пойдет в гиенну и часто невинный по своим делам, он погибает за ваши беззакония, если не исполнить надлежащим образом всего, что до него касается. Итак, зная, какая великая угрожает опасность священникам, оказывайте им великую любовь. На это указал и Павел, когда сказал, ибо они пекутся о душах ваших и не просто, но должны дать от вас о вас ответ, евреям 13.17. Потому им надо оказывать великое уважение. Если же и вы вместе с другими станете оскорблять их, то и ваши дела не будут благоуспешны. Да коли кормчий благодуши стоит, до тех пор и плывущий на корабле безопасны, а коль скоро он от оскорблений враждебных действий со стороны спутников находится в горе, то уже не может не быть бдительным по-прежнему, не действует с обычным своим искусством и нехотя подвергает их бесчисленным бедствиям. Так и священники, если будут пользоваться у вас надлежащей честью, состояние будут устроить и ваши дела как следует, а если вы будете опечаливать их, то ослабите их руки и сделайте то, что они вместе с вами легко будут увлечены волнами, хотя бы они были весьма мужественны, по мысли о том, что сказал Христос об иудеях. На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Все, что вам говорят, делайте. Моисея 23, 23. Теперь же нельзя сказать, что священники воссели на седалище Моисеевом. Нет, они воссели на седалище Христовом, потому что приняли Христово учение. Потому и Павел говорит «Нас, как посланников Христовов и как бы сам Бог увещевая через нас». 1 Коринфянам 5, 20. Не видите ли, как все подчиняются властям мирским, хотя подчиненные часто превосходят начальствующих изнасностью рода и жизнью и мудростью, однако что за уважение к тому, кто их поставил, они не думают ни о чем этом, но чтут определения царя, каков бы ни был тот, кто получил над ними начальство. Таков-то у нас страх, когда подставляют начальника человек, но когда рукополагает Бог, мы и презираем рукоположенного, и оскорбляем его, и преследуем бесчисленными поношениями, и тогда, как нам запрещено судить своих братьев, изощряем язык на священников. И какое найдем мы себе оправдание, когда в своем глазе не видим бревна, а у другого злобным старанием замечаем и сучок. Уже ли не знаешь, что когда судишь таким образом других, приготовляешь и себе самому тягчайшее осуждение? Говорю это не потому, чтобы я одобрял недостойно проходящих служения священства, нет, я крайне жалею о них и плачу, тем не менее, однако утверждаю, что и в этом случае подчиненные, особенно люди самые простые, не имеют права судить их. Пусть жизнь священника будет самая порочная, но если ты внимателен к самому себе, то не потерпишь никакого вреда в том, что ему верено от Бога, если Господь заставил говорить ослицу и через волхва даровал духовное благословение, если таким образом и через бессловесные уста ослицы, и через нечистый язык валаама он действовал для неблагодарных иудеев, то тем более для вас, если вы будете признательны, он сделает со своей стороны все, что нужно, и не спошлет Духа Святого, хотя бы и крайне порочны были священники, ведь и чистый священник не своей собственной чистотой привлекает Духа Святого, но все совершает благодатью, ибо все ваше говорит апостол или Павел или Кифа 1 Кор. 3.22 Все, что верено священнику, есть единственно Божий дар, и сколько бы ни преуспевало человеческое любомудрие, оно всегда будет ниже той благодати, говорю это не для того, чтобы мы беспечно располагали свою жизнь, но для того, чтобы вы подчиненные, видя нерадения кого-либо из предстоятелей, не приумножали по этому поводу для самих себя зла. Но что я говорю о священниках? Ни ангел, ни архангел не может оказать никакого действия на то, что даруется от Бога. Здесь все устрояет Отец и Сын и Святой Дух, а священник только сужает свой язык и простирая свою руку. Да и несправедливо было бы, если бы по причине порочности другого лица терпели вред те, которые с верой приступают к символам нашего спасения. Итак, зная все это, будем и Бога бояться, и уважать Его священников, оказываем всякую честь, чтобы и за свои добрые дела, и за уважение к ним, получить от Бога великую награду по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно и во веки веков. Аминь.